Исполняющий обязанности главы правительства вице-премьер-министр ознакомился с деятельностью КПП – работой информационной системы таможенной службы. По словам Новикова, имеются отдельные замечания по вопросам фиксации учета транспортных средств, начиная с движения по пересечению границы, сканирования номеров транспортных средств, включению их в базу данных в целях исключения человеческого фактора при оформлении таможенных документов. На протяжении более двух месяцев неоднократно проводились переговоры с китайской стороной по увеличению объема пропуска транспортных средств через границу. Недавно китайская сторона подтвердила договоренность об увеличении пропускной способности на КПП, отметил Артем Новиков. Она должна быть. А сейчас у нас получается все в ручном режиме. Камеры нет, захотели зафиксировали, захотели не зафиксировали. Риски есть. Я не говорю, что все сотрудники таможенных службы не чистополоков. Я говорю о том, что сам алгоритм построен таким образом, что он создает риски для перемещения машин. Да, я согласен с вами, Артем Эдуардович. Установка камеры, которая будет считывать номера автомашние, передача в нашу систему, через нашу систему налогов, мы над этим сейчас, есть переговоры с донорами у нас. Это же небольшие ресурсы. Давайте их запустим. Просто по времени, когда, по сроку. Надо до конца года нам это все решить. Уточнить полностью. Кроме того, государственной таможенной службе поручено в недельный срок разработать единую концепцию по автоматизации учета движения товаров, формирования единой электронной базы данных без возможности ручной корректировки в декларации грузов, а также привязки этой системы к весогабаритному контролю и инспекционно-досмотровому комплексу. Можно мы тогда откроем? Если я и закрою, мне и транзинку покажем? Давайте, давайте. Смотрим, понимаете. Соответственно, стоимость, мест, количество. Делаем, направляем. Ну, в ручном режиме. Да, в ручном режиме. Ну, опять же, все, мы возвращаемся к ручному заполнению. На протяжении последних двух месяцев неоднократно проводились встречи и консультации с китайской стороной по увеличению объема пропуска транспортных средств через контрольно-пропускные пункты на нашей границе с Китаем. Буквально недавно китайская сторона подтвердила готовность увеличения объема перевозок через пункты пропуска, но вместе с тем все эти решения, они связаны с эпидемиологической обстановкой. На сегодняшний день по пункту пропуска Иркиштам уже принято решение увеличить время работы пунктов пропуска до 12 часов, обеспечить работу этих пунктов пропуска без выходных дней, включая субботу, воскресенье. Кроме того, строительство складской инфраструктуры, специализированных кранов для перегрузки товаров на транспортные средства. Мы надеемся, что в ближайшее время эта работа будет проведена. По пункту пропуска Торгард ситуация несколько сложнее. Здесь высокогорье. Поэтому сейчас вот мы посмотрели места, где можно расположить инфраструктуру по обеспечению дезинфекции транспортных средств с Кыргызской стороны, а также места для обеспечения перегрузки товаров. Также Артем Новиков ознакомился с ходом строительства инфекционного отделения объединенной больницы в городе Нарын. Новое здание инфекционного отделения, рассчитанного на 70 мест, завершено на 92%. Проводятся работы по установке вентиляционной системы, системы отопления, монтажу противопожарной системы, внутренней и внешней отделки помещения. Артем Новиков дал ряд поручений местным органам власти, в том числе по обеспечению области в достаточном количестве медикаментами, тест-системами, средствами индивидуальной защиты. Надо держаться ситуацию под контролем каждый день, для того, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической обстановки. Впереди новогодние праздники и выборы президента досрочные. Очень большие массовые мероприятия, поэтому надо держать ситуацию под контролем. В случае не допускать. В племенном хозяйстве от Башинского района насчитывается более 500 голов крупного рогатого скота породы герафорд. Артем Новиков в ходе посещения фермы обсудил актуальные вопросы развития животноводства и сельского хозяйства, государственной поддержки сельскохозяйственным производителям, в том числе в виде предоставления льготных кредитов. Кроме того, были рассмотрены вопросы, касающиеся земельных ресурсов. Животноводство может стать локомотивом развития области. Нам нужно заняться экономическим развитием региона. Будет подготовлен совместный план и начата соответствующая работа. Об этом сказал Артем Новиков во время совещания с полпредом Нарынской области. Мэром города Нарын, руководителями районов и областных госучреждений. Сегодня мы с вами в большей степени обсуждали вопросы первостепенной важности. Это обеспечение бесперебойного прохождения осенне-зимнего периода. Это вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. Но вместе с тем мы не должны забывать о необходимости стабилизации социально-экономической ситуации, обеспечения занятости населения, создания рабочих мест, запуска дополнительных производственных мощностей. У вас в области очень большой потенциал в развитии, в том числе в животноводческой сфере, в агропромышленном комплексе. По итогам совещания местным органам власти был дан ряд поручений.